А вот реальный тюремный срок получил 33-летний ангарчанин. 4,5 года за решеткой мужчина проведет за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Пьяным водителя ловили за рулем 4 раза. Во время последнего инцидента он проигнорировал требования от инспекторов об остановке и не справился с управлением, а также угодил в кювет. Водитель-пьяница стал единственным жителем Ангарска, кому предстоит отсидеть реальный срок за вождение в нетрезвом виде. Аналогичный случай накануне произошел и в Тайшете, где сотрудники ГИБДД более 50 километров преследовали другого любителя выпить за рулем. В ходе погони Лихач неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав на дороге несколько опасных ситуаций. Автомобиль, за рулем которого оказался нетрезвый 37-летний местный житель, был остановлен неподалеку от Нижнеудинска. Выяснилось, что месяц назад этот водитель уже был пойман инспекторами ДПС в ходе погони с многочисленными нарушениями правил. Его дело будет передано в суд, который также может приговорить нарушителя к реальному сроку. Вы для себя выводы какие-то сделали на будущее? Да. Какие? Пить нельзя. А пожелания какие-то будут другим участникам дорожного движения? Хорошего пути. И все? И здоровья. Но не только алкоголь создает опасные ситуации на дорогах региона. Желание дать газу также зачастую приводит к печальным последствиям. И согласно данным опроса, проведенного популярным автомобильным интернет-ресурсом, каждый четвертый автолюбитель в Иркутской области ездил за рулем со скоростью 220 км в час. 25% хоть раз преодолевали эту отметку. Около 18% респондентов ограничивались скоростью в 200 км в час. Ну а большая часть любителей прокатиться с ветерком предпочитает скоростной режим в районе 180 км. Говорящие цифры, согласитесь. Говорящие цифры, согласитесь.